Яркий плакат с юбилейной символикой уже красуется на фасаде 109-й школы. Здесь о войне знают многое. На базе школы работает музей военной истории. В холле ко Дню Победы разместился щит в память учителям, участникам Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание в нашей школе, я считаю, поставлено очень хорошо. И все эти экскурсии, которые проходят на базе школьного музея, это различные тематические, обзорные. Конкурс чтецов на военную тему, конкурс песен патриотических, далее рисунки. Мы участвуем во всех городских районных конкурсах. На сегодняшний день празднично оформлены фасады нескольких десятков образовательных учреждений. Логотипы и макеты щитов были предоставлены городским департаментом по культуре и молодежной политике. Тем временем к празднованию юбилейные даты готовятся не только школы. Украшен фасад ДК Солдатова, а в холле размещена композиция на тему 70-летия Победы. Подготовку к 9 мая ведут и ведущие предприятия города. У нас там проходит всевозможная, так сказать, форума по этому поводу. Там проводятся выставки, фото-выставки. Буквально 12 числа у нас был день предприятия. Участникам ТЭЛа там были вручены награды, именно медали с 70-летием. Там вручены были им подарки. Очень такое, скажем, трепетное состоялось мероприятие. Готовность города к празднику обсудили на заседании Общественного комитета попечителей Перми. Много еще работы. Большая часть, конечно, работы сделана. Большая часть работы сделана в первую очередь на тех мемориальных комплексах и памятниках, которые приведены в нормативное состояние. Первый этап работы на Игошифинском воинском кладбище заканчивается, а это самая серьезная работа. Всего у нас 16 мемориальных комплексов и памятников приведенных в порядок. Сейчас остались уже такие вот работы, связанные с приведением и Октябрьской площади в порядок, и Учинной дорожной сети в порядок. В Перми завершается работа по вручению юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Почти 13 тысяч экземпляров уже нашли своих героев. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания Ветта.